Цена на нефть вроде бы на высоком уровне находится, и рубль должен укрепляться. В 2021 году действительно можно ожидать обострения ситуации. Банки прям бомбить начинают в этот период времени. А Россия как-то пытается на это ответить, но то есть обстановка действительно накаляется. Процентная ставка в Америке там 1,5%, в России 8%. Друзья, добрый день, на связи Максим Петров и проект MaxCapital. Вопрос, который рассмотрим сегодня, какие сигналы влияют на повышение курса долларов? То есть на что нужно обращать внимание, что в принципе может привести к тому, что доллар вдруг начнет укрепляться в России. Здравствуйте, Максим. Скажите, когда же нужно покупать доллар? Какие первые признаки я могу заметить? На самом деле я для себя выделяю близлежащее, то, что можно непосредственно ожидать в ближайшее время. Это первое. Курс доллара является, что называется, системообразующим наполнением государственного бюджета деньгами, рублями. У бюджета большие социальные расходы, помимо всего прочего были относительно большие расходы на поддержание в период коронавирусной инфекции. Доходы бюджета нужно пополнять. Доходы бюджета очень много на самом деле формируются из НДПИ, налога на добычу полезных ископаемых. И для России очень важно, чтобы стоимость бочки нефти в рублях составляла от 3 до 5 тысяч рублей. То есть это некий такой ориентир. Мы должны понимать, что если цена бочки опускается ниже 3 тысяч рублей, то в этом случае рубль будет падать, доллар будет расти. И наоборот, соответственно, если цена будет больше 5 тысяч рублей, то в этом случае мы можем говорить о том, что рубль будет укрепляться, а доллар будет снижаться. Как это считается? Все очень просто. Если у нас, предположительно, цена на нефть на длительный промежуток времени закрепится на уровне 30 долларов за баррель, нам надо, чтобы бочка нефти в рублях стоила 3 тысячи рублей. Мы 3 тысячи делим на 30, получаем курс доллара 100. То есть не нужно проводить реформы, не нужно ничего искать, нужно просто плавно девальвировать курс рубля к нефти в район 100 рублей. Если у нас сейчас текущая цена, недавно баррель нефти доходила до 70 долларов, то есть она как бы скачет, но пускай 60 долларов находится. То есть мы, соответственно, 30 делим на 60, получаем где-то курс 50, но он 75. И для этого есть объективные причины, почему вот именно сейчас, в текущий момент, при том, что нефть стоит порядка 60, да, с начала года порядка 60 долларов за бочку, почему курс не 50, может задаться человек вопросом, а почему курс 75? Потому что в цене на нефти, помимо всего прочего, еще реализуются факты, связанные с объемом, который ты можешь по этим ценам реализовать. Ну, то есть цена нефти может действительно быть 60 долларов за баррель, но с какой сложностью ты начинаешь сталкиваться? Что есть соглашение ПЭК+, которое было подписано в период, когда цены на нефть очень сильно упали, и произошло ограничение добычи нефти и экспорта, в первую очередь экспорта нефти, то есть какие объемы Россия может продавать на экспорт. И получается, цена на нефть вроде бы на высоком уровне находится и рубль должен укрепляться, но объемы очень небольшие, да, то есть ты не можешь продать всю нефть, которую ты произвел по этой высокой цене, а ты можешь только в рамках согласованных объемов. Поэтому вот первое, на что стоит ориентироваться, опять-таки, это не сиюминутный курс, да, это средний курс бочки нефти. Находится он в диапазоне 33-3,5 тысячи рублей за бочку. Смотрите, если курс начинает, соответственно, уходить, средняя цена нефти начинает уходить или приближаться к району 3 тысяч, то рубль будет слабеть, доллар будет укрепляться. Второй параметр, который может сигнализировать о том, что начинается укрепление, возможно, укрепление рубля, вернее, укрепление доллара, доллар будет расти, это такая история с, смотрите за банками. Их мониторить не надо, вы их получите, то есть обычно вот эти вот уникальные предложения по доходности банковских депозитов, они есть в онлайн-банкинге, вам могут позвонить непосредственно, то есть вы их точно не пропустите, потому что банки прям бомбить начинают в этот период времени. Максим, подскажите, пожалуйста, а санкции влияют как-то? Россия как-то пытается на это ответить, но то есть обстановка действительно накаляется. Помимо всего прочего, есть нерешенный вопрос с Украиной, и сейчас там тоже напряженность достаточно большая, причем на таком уровне, что, ну, скажем так, Россия не может не вмешаться, я не обсуждаю там, не являюсь политическим обозревателем, военным обозревателем, но то, что, допустим, я знаю в настоящий момент, ну, в 2021 году действительно можно ожидать обострения ситуации, или когда мы говорим про обострение ситуации, то в этом случае можно ожидать санкции, можно ожидать, что какие-то банки дополнительно будут подвергнуты санкциям, возможно, запреты на покупку облигаций федерального займа, и в этом случае иностранные инвесторы просто будут выходить из российских облигаций федерального займа, и это будет оказывать давление. Что значит выход из облигаций? Облигации, которые дают рублевую доходность, номинированные в рублях, сами облигации будут продавать, за облигацией будут получать рубли. Рубли конвертировать в доллары, да, то есть рубли будут продавать, доллары будут покупать, доллары выводить, то есть в моменте возникнет определенный спрос на доллары. Если сами облигации еще не так сильно могут потерять в цене, доллар на этом фоне может значительно укрепиться. Следующая история, вытекающая из этой предыдущей, санкции, санкционная риторика, как санкции влияют через стоимость долга российского. У нас сейчас получается, в отличие от Соединенных Штатов Америки, Центральный Банк России повышает процентную ставку, потому что растет инфляция. И это не только российский Центробанк делает, это делают банки других развивающихся стран, Бразилии, Турции, и Народный Банк Китая сокращает ликвидность, и, соответственно, опережающие превентивные меры для того, чтобы сдержать разгоняющуюся инфляцию. Когда у вас растет процентная ставка, то облигация начинает терять в цене, то есть доходность облигаций тоже начинает расти. Они начинают стоить дешевле. Когда облигации начинают стоить дешевле, у вас теряется смысл так называемых операций carry trade. Когда вы играете на разницу процентных ставок, то есть как это было, например, в 2016 году, когда у нас активно рубль укреплялся в 2016, 2017, 2018 год. То есть у нас покупательская способность населения падала, инфляция замедлялась, то есть инфляция достигла значения уровня 4-4,5% официально, а ставка рефинансирования Центрального Банка была 8%. И было понятно, что Центральный Банк ставку будет снижать. Это раздолье для валютных спекулянтов, для carry-трейдеров, потому что процентная ставка в Америке там 1,5%, в России 8%. Вы берете, занимаете доллары в Америке, привозите доллары в Россию, продаете эти доллары, покупаете облигации, по облигациям получаете 9% купон, плюс из-за того, что это носит массовый характер, то есть приезжает много долларов дешевых, эти доллары продаются, рубли покупаются, рубль начинает расти. Вы получаете ставку по купону, вы получаете валютную переоценку, потому что рубль укрепляется, вы получаете еще падение доходности облигаций, рост цены облигаций. На каждый привлеченный 100 долларов по операциям carry-trade в этом случае можно было заработать, то есть не собственный 100 долларов, а привлеченный по операциям carry-trade в Американском Банке, можно было на каждый вложенный 100 долларов заработать 20 долларов прибыль. И, конечно, это горячие деньги, это очень мало риска, они, с одной стороны, привлекательны для валютных спекулянтов, но это очень горячие деньги. То есть, если тенденция разворачивается, то есть процентные ставки в Америке становятся более высокие, и разница между процентными ставками в России и в Америке не очень высокая, то это приводит к обратной тенденции. Продают рублевые облигации, все, что я до этого рассказал. То есть, санкции, это как раз-таки удар, в том числе по carry-trade, это удар непосредственно по долгу российскому, это у государства не будет возможности выпускать облигации в рублях, чтобы покупали иностранцы и вынуждены будут внутренними ресурсами финансировать. И это опять к вопросу о стоимости барреля нефти, то, с чего мы непосредственно начинали, что он должен стоить 3-3,5 тысячи рублей за бочку. И здесь у тебя возникает, что если дефицит бюджета, облигации ты выпустить не можешь, они никому не нужны, и тебе в бюджет надо как-то попасть. Как? Девальвировать национальную валюту. Поэтому смотрим на процентные ставки, разницу процентных ставок между Россией и Америкой, что это тоже будет влиять непосредственно на укрепление доллара. Ну и последний момент, они в меньшей степени, наверное, влияют на курс доллара. Это две составляющие. Первая составляющая – это туристический сезон. То есть, когда у нас происходит туристический сезон, и люди просто летом начинают ехать за границу, покупают валюту. Ну, опять-таки, в масштабах всей страны может не такой большой объем, но он накладывается на операции, связанные с выплатой дивидендов российскими компаниями. То есть, российские компании весной закрывают реестр акционеров, а летом, с июня по август, происходит выплата дивидендов. Самыми доходными дивидендами компаниями являются экспортеры, экспортно-ориентированные компании. И до выплаты дивидендов они, как правило, свою выручку хранят в валюте. Чтобы выплатить, чтобы заплатить дивиденды акционерам, сначала компании продают свои доллары. Это обычно май-июнь месяц, даже апрель-май месяц, продают непосредственно свои доллары на счетах, что приводит к локальному укреплению рубля или ослаблению доллара. А с июня по август, когда туристический сезон, выплачивают дивиденды. Акционеры, соответственно, получают эти рубли и за рубли покупают доллары, потому что для них доллары более надежные валюты. И поэтому, если вы посмотрите на динамику курса национальной валюты рубля вне контекста каких-то там геополитических решений, а вот в стабильное время, вы увидите, что тенденция очень хорошо повторяется. То есть, как правило, там апрель-май рубль немного укрепляется, а начиная с конца июня, потому что вот как раз июль-август происходит укрепление доллара, потому что здесь происходит обратная конвертация полученных диверендов в валюту. Это, в принципе, тенденция, которая прослеживается. Максим, скажите, пожалуйста, если я куплю доллары, я же никогда не уйду в минус. Это всегда выгодно будет для меня? Одно из очень популярных мнений, которое сейчас в настоящий момент есть на рынке, что нужно всегда покупать доллары, и будет вам счастье. Конечно, в ситуации, когда происходит постоянная девальвация национальной валюты, и когда у нас производительность экономики не растет, это для цели минимизации какой-то валютной инфляции, девальвации рубля, наверное, хорошее решение. С позиции прироста капитала и создания капитала доллар на самом деле не является объектом инвестиционной деятельности, потому что, как мы уже говорили, что уже прям просится отдельное видео, что такое инвестиции, что такое трейдинг, то в этом случае нужно сейчас точно понимать, что покупка доллара не является инвестицией, потому что вы не вкладываете в объект предпринимательской деятельности, и сколько бы вы долларом не владели, пусть у вас будет увеличиваться количество долларов, но промежуточную стоимость, промежуточную прибавочную стоимость доллар не сгенерирует. При этом, если мы будем говорить про российские компании, экспортно-ориентированные компании, ну, я как бы всегда говорю, два показателя, которые важны. Первая – компания должна быть частная, вторая – она должна быть экспортно-ориентированная в России. Любую компанию возьмите, посмотрите на ее график. Что у нас получается? У нас получается, что компания такая, она в своей доходности покрывает вам риск девальвации рубля, то есть доход ее больше, чем доллар вырос за тот же промежуток времени. Плюс есть промежуточные дивиденды, создание прибавочной стоимости. Поэтому просто находиться в долларах – мой ответ скорее нет. За доллары покупать какие-то долларовые бумаги, которые приносят прибавочную стоимость – да. За рубли покупать российские компании, которые выигрывают от девальвации рубля – да. То есть возвращаясь к вопросу про то, что государству выгодно, чтобы бочка нефти была 3-3,5 тысячи рублей. Почему такое получается? Потому что тогда нефтяные компании заплатят больше налогов в рублях. То есть рублевая выручка будет больше, прибыль будет больше. То есть налоги же они с прибыли платятся, с объема добычи. Соответственно, если прибыль у компании, с которой она платит налоги, больше, с одной стороны, да, она государству пополнит бюджет большим количеством рублей, но с другой стороны, она собственнику насыпет больше дивидендов. Поэтому я думаю, что вот это вот очень важный момент, который стоит учитывать. И вообще, в принципе, мы говорим про то, что нужно развивать инвесторское мышление, что нужно понимать, каким образом формировать инвестиционный портфель, каким образом покупать именно компании, которые создают прибавочную стоимость. Мы об этом говорим в экспресс-курсе начинающего инвестора, ссылку на который вы можете видеть под данным видео. Пожалуйста, проходите по ней, забирайте непосредственно курс, в котором изложены основы, которые помогут вам начать ваш путь в инвестировании и не наделать кучу ошибок. У меня же на этом все. На связи был Максим Петров, проект MaxCapital. Спасибо вам большое за внимание. Увидимся. Продолжение следует...